Друзья, приветствую, с вами Александр Демченко, и это означает, что вы на ютуб-каналах Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. У нас сегодня с вами будет интереснейший гость и занимательная беседа с человеком, которого, хотел сказать, всем сердцем, но нет, всем телом и душой ненавидит пропагандистка российская Ольга Скобеева. С народным депутатом Украины, настоящим патриотом нашей страны, Алексеем Гончаренко. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Друзья, перед тем, как мы начнем, я вас призываю оставлять как можно больше комментариев, лайков, не забудьте подписаться на все наши площадки, ну и, конечно же, на ютуб-канал Алексея Гончаренко, ТикТок и Телеграм-канал. Ссылки вы найдете ниже в описании. Алексей, вот если бы я вас попросил представить ситуацию, вы одни в темной комнате с Владимиром Путиным, который без охраны, что бы вы с ним сделали? Ох, нет, ну много у меня есть идей, но понятно, что нужно быстрее убивать, вдруг охрана зайдет раньше времени. Так бы, конечно, если знать, что время бесконечное, то можно ему бесконечно там было бы мучить. Ну, смотрите, выборы в России, псевдовыборы в России прошли, Путин себе нарисовал 87 слишком процентов, больше даже, чем было у диктатора Лукашенко в 20-м году, когда происходила в Беларуси революция. Возникает вопрос, зачем Путину так много, что он хотел показать? Мне кажется, понятно, если вы возьмете цифры его предыдущих четырех выборов, то у него пятый срок, пятый, да, поэтому, конечно, никакими выборами это называть нельзя, коронация. Так вот, он явно оставляет еще место для следующих коронаций, то есть он идет по нарастающей. Прошлое у него было 70 чем-то, там, по-моему, 77, теперь 87, ну так, чтобы в следующий раз можно было сделать 97, ну а уже, если еще раз, если еще у него какие-то его члены будут двигаться, еще через 12 лет, ну, чтобы уже можно было 100 победных заявить. Это, конечно, все полностью совершеннейшее безумие, ничего общего с выборами, конечно, не имеющее, но в то же время, безусловно, имеющее значение с точки зрения того, что мы в очередной раз, к сожалению, убедились с вами, что, ну, он полностью, целиком, полностью контролирует Россию и более того, отвечает представлениям огромного количества россиян о том, каким должен быть их президент, их царь, их император. Они настроены империалистически, милитаристически, реваншистически. Это серьезный вызов. Это не война Путина, это война России, к сожалению, в ее нынешнем, сегодняшнем виде, и очередной раз мы в этом с вами убедились. Ну, выборы действительно проходили в прямом смысле под дулом автоматов и пистолетов, как на оккупированных украинских территориях и даже на территории самой России. Меня, допустим, удивила ситуация, когда силовики заприметили в Иркутской области мужчину, который там вложил бюллетень в этот ящик, да, и там заметили не ту фамилию, не фамилию Путина и пригрозили ему отрезать пальц. Но мы также видели, как украинским женщинам, ветеранам даже украинским, подходили с автоматом и угрожали им, чтобы они голосовали за того, кого нужно. Но, тем не менее, неплохо прошла эта акция полдень без Путина. Прошла за пределами России, в разных городах. И ключевая цель этой акции была не признавать легитимности Путина, чтобы Запад заявил, Путин нелегитимен. Почему Запад не признает и насколько это было бы полезным для Украины, если Запад сказал, Путин нелегитимен? Это суперважно. Суперважно. Недаром мы еще в прошлом году, я был одним из тех, кто в свое время, еще несколько лет назад, когда Путин вот эти обнулил свои сроки, и мы тогда инициировали в парламентской ассамблее Совета Европы подготовку доклада о том, насколько это все нелегитимно, и может ли он в пятый раз куда-то баллотироваться. И вот в прошлом году такой доклад был подготовлен. Докладчиком был депутат из Нидерландов Питер Умцек. Кстати, сейчас один из тех, кто теоретически может стать премьер-министром Нидерландов. Там идет сложная коалициада. Его партия набрала, по-моему, третий результат на недавних и последних выборах в Нидерландах. Так, возвращаясь к теме нелегитимности Путина, парламентская ассамблея Совета Европы в прошлом году четко сказала, Путин не имеет никаких права больше баллотироваться ни по Российской Конституции, потому что ее тоже можно открыть и почитать, ни по международному праву. И, в общем, фактически мы заложили основу для того, чтобы не признавать легитимность Путина. Это очень важно. Об этом говорил уже сегодня утром на французском телевидении. И об этом нам нужно всем говорить везде, где мы можем, что он, конечно же, нелегитимен. Даже его называть правильно не президент, а самопровозглашенный президент, диктатор российский, как угодно. Но все-таки президентом он тоже не является. А что бы того, если бы Запад условно так сказал? Это бы пошатнуло позиции Путина внутри России с точки зрения его элит? Нет. Думаю, что это бы пошатнуло его и внутри страны, но очень важно для нас, это бы пошатнуло его серьезно вне страны. К сожалению, давайте честно скажем, что после того, как, наверное, такой пик его изоляции, был это решение Международного уголовного суда, который выписал ордер на его арест. Но, к сожалению, после этого Путин, в общем, эту изоляцию в какой-то мере прорвал, его поездки не только в центрально-азиатские страны, но и дальше арабские страны и другие. Это все, на самом деле, к сожалению, показывает, что он эту изоляцию прорывает. И нам очень важно держать его в этой изоляции, ее еще и углублять. Поэтому для нас очень важно ставить вопрос о нелегитимности Путина. Тем более, что из его первой же пресс-конференции, если вы видели ее, ему был поставлен вопрос, я не буду говорить слово журналистом, пропагандистом Соловьев Лайф, про то, значит, вот ваш мандат продлен, блестяще, а вот, мол, у Зеленского мандат не продлен. И он сказал, мы будем изучать этот вопрос. Вот я хотел, кстати, спросить, учитывая, потому что ранее президент Зеленский заявил о том, что началась кампания, и Путин ее запускает постепенно, кампания, которая должна подорвать легитимности президента Украины и, в принципе, украинской власти. И на Западе уже это знают, но кампания нацелена в большей степени на страны глобального юга, так называемые. И вот вопрос к вам. Вот когда этот журналист, псевдо-журналист, задал Путину на итоговой пресс-конференции этот вопрос, что, мол, Путин легитимен, а Зеленский не совсем, это означает, что Путин запустил эту кампанию окончательно? Однозначно. И сейчас она, он ее запустил еще до своих так называемых выборов, а сейчас он будет ее только раскручивать, потому что он будет вот этот тезис, это очень важный для него тезис, который сейчас будет звучать из каждого утюга, и в это будут вкладываться серьезные ресурсы, что посмотрите, а где же демократия? Ну вот я пошел на выборы, и там вот меня все россияне меня обожают, а вот Зеленский на выборы не идет. Тут не важно фамилия украинского президента, важно то, что его задача будет подорвать легитимность украинской власти, и он этим будет заниматься, в это будут вкладываться колоссальные ресурсы, это нужно понимать. И когда вы говорите, что основной целью будет глобальный юг, я, ну, он безусловно будет очень важной целью, но я скажу вам, что, к сожалению, целью будет и Соединенные Штаты Америки, и целью будут и европейские страны, но тут с этим будет легче, но целью будет и внутри Украины. И однозначно вы, ну, те, кто там активно в социальных сетях, общаются с людьми, смотрят видео, знают, что, ну, например, есть тема, которую постоянно разгоняют в украинский, и я уверен, что это не без России происходит, что якобы Украина не объявила войну России, что вся война незаконна, что у нас неправильно введено военное положение, а война не объявлена. Это все как бы кажется, ну, какая-то конспирология, казуистика, но на самом деле за этим же идет следующее. А раз так, значит, не нужно соблюдать эти законы, значит, не можно и нужно уклоняться от мобилизации, значит, раз, два, три, четыре, пять, значит, все незаконно. И сейчас вот это все будут еще и накладывать, а посмотрите, срок прошел, и я думаю, что компания будет набирать обороты, и ее пик, думаю, стоит ожидать после 20 марта, извините, после 20 мая, когда пройдет пять лет с момента инаугурации Зеленского. Я думаю, что здесь будет пик, это будет серьезная компания, к этому нужно готовиться к Украине как государству, к этому нужно готовиться украинским гражданам, для того, чтобы объяснять, говорить, почему в Украине выборы не проходят, что у нас сейчас законодательство это не позволяет, и самое главное, что жизнь, реальность не позволяет это сделать. Ну, мы не в состоянии сегодня провести выборы в Украине по миллиону причин. Ну, там Россия поднимает миг, этот воздух, целый день воздушная тревога, где проводить выборы в убежищах, сколько туда придет, а что делать в приграничных территориях, а что делать в Херсоне, Запорожье, и так далее, на Донбассе, и так далее, а как голосовать сотням тысяч людей, которые в окопах, а как голосовать миллионам, которые в Европе и других странах. В общем, колоссальные вызовы, на которые нет просто ответов, мы не можем провести в нынешних условиях выбора. Поэтому это нужно все, но это все нужно объяснять. Само собой это не произойдет, впереди нас ожидает очень серьезная атака на легитимность украинской власти. И будучи, вы знаете, что я всегда был оппозиционером Владимиром Розеленским, являюсь им и сегодня, но я хочу вам сказать, что это очень важно, здесь нам быть едиными и говорить, что нет никаких вопросов о легитимности украинской власти. Украинская власть легитимна, и президент, и парламент, и даже не оставлять, знаете, никакой здесь щели, потому что это может иметь очень пагубные последствия для Украины. Здесь нам нужно очень четко быть в единой позиции, но и очень четко, повторюсь, работать государством. Не игнорировать этот вызов, а четко, ясно, объяснять ему всему миру, что реально, не знаю, какова ситуация. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Во время своей итоговой конференции, пресс-конференции после этих псевдовыборов, Путин также заявил, что, учитывая вот эти рейды российских добровольцев в Белгородскую и Курдскую области, в том числе, особенно в Белгородскую область, что необходимо будет создать санитарную зону, так называемую, в Харьковской области украинской. И к этому необходимо уже готовиться, как сказал Путин. Правильно ли я понимаю, что ключевая цель Путина в ближайшие полгода-год это именно Харьковское направление и создание вот этой так называемой санитарной зоны? Смотрите, безусловно, это угроза, и безусловно, здесь нужно быть очень внимательными. Если мы говорим о ключевых целях Путина на ближайшие годы, то я бы сформулировал таким образом. Я считаю, что основная цель Путина это Одесса и Харьков. Я думаю, что основной целью Путина, конечно, два года назад была вся Украина, может быть, за исключением западной Украины. Но однозначно, в его планах был Киев. И это для него было целью номер один. И это было понятно и по боевым действиям, и по попытке Блицкрига, и все остальное. Однако, кажется, что даже Путин понял, что, в общем, Киев ему взять он не может. Это невозможно, в принципе. И его заявления неоднократные в последнее время, что Украина – это Киевская, Житомирская и Черниговская области, о том, что вот эта карта за спиной Медведева, безумного, этого алкопробника, российского президента. Так вот, если вы помните эту карту, то там Киевская область – это Украина вместе с Киевом. Все остальное – там Польша, Румыния, Венгрия. А Одесса и Харьков – это, значит, центры российских, значит, новых территорий на территории Украины. И я думаю, что это все не случайно. Ну и Путин Одессу вспоминает постоянно. А почему он ей так мстит? Почему, за что он мстит так в Одессе? Потому что он ее очень сильно утюжил как раз вот в эти дни выборов. Да, и продолжает это делать. Но здесь, смотрите, можно искать какие-то эмоциональные факторы. Ну, наверное, он действительно, в его голове одесситы должны были встречать его с цветами, одесситы его встречают с оружием в руках, и мы его не видим. Мне просто рассказывали, вспоминали, что на самом деле Одесса – это первый украинский город, который сказал Путину нет. Еще очень давно, в 2014 году. Абсолютно верно. Это был март 2014 года, и, собственно говоря, я был автором решения Одесского облсовета, которое было проголосовано. Тогда Одесский облсовет, это удивительно, может кому-то показаться, но был первым, который осудил иностранное вторжение в Украину. Ни Львовский, ни Ивано-Франковский, Одесский облсовет это сделал. Это был очень важный момент в первых числах марта 2014 года, который показал, что вот в Одессе этот Донецкий, Крымский сценарий не пройдут. Но я думаю, что здесь не только эмоции. Возможно, есть и эмоции, но тут есть, к сожалению, абсолютно четкий стратегический расчет. Его задача отрезать Украину от моря, потому что это основа экономического, экономическая основа Украины. Мы все видим, что происходит на границе с Польшей. Мы понимаем, что если Украину лишить доступа к морю, то это уже страна, которой очень тяжело будет. Во-первых, это какой-то вообще жуткий сценарий, но даже если представить себе его, то без доступа к морю Украина не жизнеспособна экономически. Раз. Второе, это для него доступ, а ему очень важно, Черное море. И вы видите, что Украина, имея доступ к морю, даже не имея флота, но просто доступ к морю имея, уничтожила уже значительную часть Черноморского флота и продолжает это делать. Несмотря на, да, у нас там все непросто на Сухопутном театре боевых действий, но на морском театре у нас потрясающие реально успехи, невероятные на самом деле, которые никто даже поверить не мог два года назад. И все это обеспечивается чем? Доступом Украины к морю. Одесса – это военно-морская столица Украины, а Одесса – это крупнейшие гавани Черного моря. Одесса – это крупнейший город на берегу Черного моря. Мы имеем, у нас миллион жителей в Одессе. Второй город Черного моря – это турецкий Самсон, 700 тысяч. То есть Одесса – это столица Черного моря, самый большой город по населению, самые большие гавани и самые известные во всем мире. Поэтому, конечно, для Путина это стоп-цель. Следующее – это Приднестровье. То есть Одесса – это выход к оккупированному уже де-факто России Приднестровью и нависание над Молдовой, которую, конечно, Путин хочет забирать. Поэтому для него это направление южное, оно для него совершенно ключевое, оно для него совершенно стратегическое. Ну а что касается Харькова, понятно, его роль – это первая столица Украины, это второй крупнейший город Украины, это всего лишь 30 километров от границы с Россией, это крупнейший промышленный центр, научный центр. То есть его значение огромное, ну и он очень близко. То есть логистически, к сожалению, для российских войск удобно там провести боевые действия и атаковать эту территорию. Поэтому вот это, я думаю, что эти два направления для Путина являются такими очень стратегическими. То есть если говорить о тактических его целях, я думаю, что это все-таки Донбасс. А вот если говорить о его стратегических целях, то это, конечно, Одесса Харькова. А что вы скажете, как вы оцениваете вот эти рейды в Курскую и Белгородскую области российских добровольцев, в РДК и других? Потому что тот же Буданов, глава военной разведки Украины, сказал, что война переходит в новую фазу. Как раз вот из-за этих рейдов. Что скажете? Я хотел бы к предыдущему ответу только добавить, потому что это очень важно. Я, к сожалению, вижу, как сегодня ширится, и особенно в Одессе и Харькове по причинам, понятно, прям такие, ну давайте будем честными, местами панические настроения. Потому что, ну реально, это очень тяжело, и эти атаки безостановочные. И люди очень переживают и видят эту нацеленность России на эти регионы. Я хочу успокоить всех, кто нас смотрит. В России нет сегодня никакого военного потенциала взять Одессу и даже приблизиться к Одессе. Никакого. Я абсолютно уверенно и твердо это говорю. К сожалению, с Харьковом у них есть возможность приблизиться к Харькову, потому что они и так в 30 километрах от него. Это реальная ситуация. Но взять Харьков, у них тоже возможности нет. И опять же, я в этом абсолютно убежден. Но, конечно, Харькову сложно, потому что, повторюсь еще раз, из-за вот такой совершенной близости. Одессу защищает и наш успех на Черном море, и Днепр. Слава Богу, то, что с правого берега мы выбили врага. И вернуться на правый берег ему очень сложно, а в нынешних условиях просто невозможно. Но я все-таки хочу повторить еще раз. Не нужно паниковать. И это точно. Мы не в той ситуации, потому что многим кажется, что нам чуть ли сейчас ситуация чуть ли не хуже, чем в феврале 2022 года. Это неправда. Это просто уже эмоции, это усталость, это в том числе российская пропаганда, это ИПСО, это все вместе. Но с военной точки зрения несопоставимые ситуации. Наша армия сегодня в разы сильнее, чем она была два года назад. Здесь можно долго об этом говорить. Теперь, что касается вашего вопроса, извините, но мне кажется, это было очень важное. Да, конечно. И об этом очень важно было сказать. Что касается вашего вопроса по поводу этих рейдов. Откровенные фазы войны. То есть Буданов говорит, что эти рейды поменяли абсолютно полностью картину войны. То есть это новая фаза. Я не военный эксперт. Я не знаю, что на самом деле в военном смысле означают эти рейды. Давайте будем откровенными. Но пока каких-то их больших успехов, этих рейдов мы не видим. Я хочу, чтобы всегда вышла, знаете, откровенный разговор. Потому что 2-3 недели, кофе на набережной Ялты, готовьте плавки, бикини, купаться в Крыму. Мы все это слышали уже, но мы живем в другой реальности. Поэтому я не знаю военные, скажем так, я пока не могу оценить, как супер успешные это. Но с чем я абсолютно согласен, что я считаю очень важным, это переносить войну на российскую территорию. Пока на российской территории война не ведется. Ну так, в принципе, по большому счету, а к чему мы ждем, что Россия когда-то вообще остановится? Если вся война происходит на нашей территории. И в 2023 году, опять же, я не претендую. Мой месяц в территориальной обороне, когда мы защищали Киев, не дает мне права быть военным экспертом. У нас сейчас как-то все военными экспертами стали. Но что я могу однозначно сказать, что не нужно быть Наполеоном, чтобы понимать, что мы в 2023 году атаковали точно там, где нас ждали, тогда, когда нас ждали, и так, как нас ждали. И это, как по мне, является главной причиной того, что успеха мы не добились. И с моей точки зрения, в 2023 году те силы, которые были сформированы, если бы атака была нацелена на Белгород, например, мы же видели рейд Пригожина от Ростова до Москвы, как нож практически через масло, и вагнер-групп шла просто за сутки. Поэтому там нас не ждали, или ждали не так, как в Запорожской области. А мы по разным причинам, в том числе из-за того, что мы ограничены определенными требованиями наших союзников не использовать западное оружие на российской территории, мы этого не сделали. Ну, с моей точки зрения, повторюсь, если взять чисто военную составляющую, ну, намного более эффективной была бы атака там. И с точки зрения политической, это тоже было бы для россиян намного болезненнее. Потому что, когда они слышат о каких-то там, не знаю, обстрелах или там сражениях на поступах к Мелитополю, ну, это одно. А когда они понимают, что Белгород, областной центр России, там находится под угрозой и атакой, это для них совершенно другое вообще. Поэтому... Зеленский, кстати, тоже говорил, что, кстати, это интересно, что не только вопрос встал о ограниченном количестве вооружений или техники, которую отправлял Запад, но также и о том, что информация попала, легла на стол Кремля со стороны Запада. Он намекнул на это во время пресс-конференции, помните? Да, ну, мы слышали, он сказал, что у него информация была, слово «Запад» он не сказал. Не, ну, это можно было понять, можно было понять. Да, там были разные трактовки. Одни это восприняли как то, что он сказал, что есть предатель в каком-то высшем военно-политическом руководстве Украины. Может быть, он имел в виду, что это со стороны Запада пришло. Не знаю, тут, что называется, ему виднее. Но повторюсь еще раз, что, конечно, по возможности мы должны переносить войну на территорию Российской Федерации. Я считаю, вот если говорить о том, что точно является успехом, безусловно, это атаки на энергетическую инфраструктуру российскую, в первую очередь нефтянку. Это абсолютно правильно, это 100% правильная тактика и даже стратегия. Нам нужна вот эта их сильная точка, но в то же время это их ахилесова пята. И максимально бить по ней. И я думаю, что второй нашей целью, конечно же, должна быть ВПК российская, там, где мы дотягиваемся. Вот тут есть проблема, конечно, что, к сожалению, Россия дотягивается до каждого сантиметра украинской территории. А мы дотянуться нам там в Сибири или Дальний Восток, но только акциями диверсионными, саботажа. То есть это намного сложнее. Но все равно именно это, мне кажется, и есть основа той асимметричной. Мы должны воевать с ними асимметрично. Вот как в Черном море мы воюем асимметрично, и у нас есть просто суперрезультаты. А там, где мы пытались с ними воевать симметрично, условно танковыми колоннами наступать на бетонные укрепления и минные поля, результаты, в общем, мягко скажем, нехорошие. А как вы считаете, потому что многие российские экономисты, и не только российские, мне говорят, что смотри, не хватает у Путина уже денег для того, чтобы держать контрактную армию, чтобы выдавать там 12-27 миллионов похоронных, чтобы оплачивать там огромные десятку тысяч долларов, оплачивать только людям, которые куда-то идут, чтобы повоевать. Как вы считаете, Путин начнет массовую мобилизацию после этих псевдовыборов? Или у него нет возможности такой? Смотрите, я думаю, что после этих псевдовыборов открывается определенное окно возможностей для него по мобилизации. Но также я думаю, что на сегодняшний день у Путина, ну давайте будем откровенными, нет большой необходимости что-то серьезное менять с точки зрения мобилизации. Система, которую он сегодня выстроил, выглядит следующим образом. После шока осени 22-го года, когда они осознали, когда был провал под Харьковом, кстати, очень болезненно, что вот тогда у нас не было леопардов, Брэдли и всего остального, нам не с чем было этот успех закреплять и преследовать их. Вот после потери части Харьковской области и правобережья Херсонской области, самого города Херсона, то, конечно, этот шок вынудил провести частичную мобилизацию, как он ее, собственно, так назвал, и такой она и была. Но после этого они выработали систему, при которой они фактически пылесосят бедные регионы России через финансовый аспект, фактически покупая жизни этих людей в самых... То есть, знаете, такая, ну, полностью людоедская тактика. Они загнали их там в полную бедность. Эти районы, это не Москва, это нищие районы, которые действительно, ну, когда они пришли в Украину, давайте тоже будем честными, не самую богатую страну Европы далеко, да, одну из беднейших стран Европы. Но даже одна из беднейших стран Европы – Украина, для них выглядело как что-то нереальное, с дорогами, светом, с тунитазами и туалетами в домах. Потому что они вышли из полной нищеты, такой нищеты, знаете, ну, какого-то почти средневековой. Вот их он держит вот в этой нищете, а с одной стороны, выкачивая ресурсы на войну и на коррупцию, а с другой стороны, потом, имея таких вот нищих людей, он их легко превратит в пушечное мясо, просто фактически колпив их жизни. Этот механизм, он позволяет набирать, по разным данным, около 30 тысяч человек ежемесячно в России. И у него сегодня, объективно, сегодня у него необходимости в какой-то большой мобилизации, которая будет непопулярна. Мы же помним, что частичная мобилизация, наверное, это был самый сложный этап в его политической жизни. Вот она его, ну, пояснее считать, мятежа в Агнер-Группе. То есть это было прямо, заколыхались эти основы, потому что, в общем, основа его договоренности с российским обществом, что я делаю, что хочу, но я вас там, ну, до определенного предела, я вас там не трогаю. Вот с Москвой, условно говоря. С Москвой и с Петербургом. Я вам обеспечиваю комфортную жизнь, а при этом делаю вообще абсолютно все, что хочу, но вас не трогаю. И вот эта договоренность, эта договоренность у него была нарушена тогда, осенью 22-го года. Поэтому я не думаю, что он сейчас пойдет на большую мобилизацию, в первую очередь по причинам политическим, не по причинам экономическим. Потому что в тирании, которая, ну, это уже даже не автократия, потому что Россия уже перешла в стадию автократии к следующей, это уже более глубокая стадия, в такой стране, собственно говоря, ну да, выборы имеют какую-то сакральность, ну, дата передназначения, она имеет, конечно, какую-то сакральность, но все-таки это уже не главное. Для него главное – это иметь, это силовики, их поддержка, и твердая более-менее опора в столице. Это, в общем, ключ к его режиму, поэтому он не будет, я думаю, рисковать вот этим определенным общественным договором, который в России он же сам создал. Друзья, спасибо, что остаетесь на всех наших YouTube-площадках. Дмитрий Гордон, гостя Бу Гордона, YouTube-канал Алиси Басман. Подписывайтесь, также подписывайтесь на YouTube-канал, на Telegram и на TikTok Алексея Гончаренко. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину «Гордон Шоп» мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин «Гордон Шоп» – это все, связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко Гордон в шоколаде», и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. «Много чего, что связано со мной». Приходите в «Гордон Шоп», покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Алексей, вы, наверное, слышали эти заявления Макрона и то, что написала газета «Лимон», что Макрон действительно собирался в 23-м году и даже сейчас отправлять в Украину свои войска, во всяком случае отдельно взятых военнослужащих. Как считаете, первое, Путин занервничал, скажем так, и второе, что такое могло случиться, быть может, мы чего-то не знаем, что президент Франции решил отправлять свои войска в Украину и даже защищать Одессу? Да, это очень хороший вопрос. Ну, во-первых, очевидно, для Путина и для России это очень серьезно. То, что сказал. Во-первых, у нас есть, у нас, знаете, чуть-чуть в украинском обществе есть такие, это нормально во время войны, мы очень травмированы все, у нас есть такие эмоциональные качели. То есть мы, с одной стороны, мы ждем, услышав эти заявления, мы уже ждем, знаете, встречать французских военных в Одессе и в Киеве, и уже люди в Одессе готовы расквартировывать их, знаете, и воздух чепчики бросали. То есть уже мы готовы. И, на самом деле, я лично был бы очень рад, если бы войска НАТО были на территории Украины, это было бы здорово. Я двумя руками это поддерживаю. Но еще раз, то мы ждем их завтра, а я должен сказать, завтра их не будет. Ну, в основном, так как мы это себе представляем. Не отдельные военные специалисты, которые обслуживают отдельные элементы военной инфраструктуры, в первую очередь западные же, а регулярные подразделения, которые готовы вступить в боевые действия с российской армией. Завтра этого не будет, и послезавтра тоже. Это такой маловероятный сценарий. Но в то же время есть вторая крайность. Да, вообще все, что они говорят, Запад, это все ерунда, Путин на все плевал, на все это, это все ничего не работает, и Макрон просто поговорил. Это тоже неправда. Это вот две крайности, а правда, как обычно, посередине. Не может президент ядерного государства просто поговорить. Давайте не забывать о том, что Франция это постоянный член Совбезоон, что это ядерное государство, что это одна из самых сильных армий в мире. Все равно, как ни крути, и да, не очень большая, но это очень, это сильная армия. И поэтому его слова это серьезно, и просто их игнорировать совершенно неправильно. Макрон этими заявлениями очень важную вещь сделал, он снял табу с темы этой. Потому что раньше эта тема была просто табуирована. Ну тут все, этой темы не существовало. Никогда, ни при каких условиях. Теперь это уже не так. Кто-то говорит, многие говорят, вот, смотрите, но там жалко, все страны говорят, мы не отправим войска. Но это не говорят про сегодня, мы не отправим войска. Кроме того, есть даже уже сегодня некоторые страны, которые говорят, мы готовы это рассматривать. Страны Балтии, Финляндия, Польши звучат эти голоса, в Чехии. То есть это уже очень серьезно. И безусловно, это очень серьезно воспринимает Путин. Фактически его вот эта пресс-конференция победная вчера, она была, в общем-то, это такой заочной дискуссией с Макроном. Ведь он к этой теме возвращался там не раз. Он говорил о том, что опять Третьей мировой войной там угрожал, опять он говорил об этой эскалации, говорил о том, что натовцы есть в Украине и они умирают в больших количествах. То есть фактически пугал. И что Третья мировая, тем не менее, никому не нужна. Он тоже это сказал. Да, конечно. Ну так это же и есть смысл. То есть это его сигналы. Ребята, не вмешивайтесь. Это его сигналы. А если говорить о том, условно, вот смотрите, Путин говорил, ну, непонятно, будем мы вести переговоры, не будем, но все же, он же о морковках недавно сказал в интервью Дмитрию Киселеву, пропагандисту от Запада, который он ждет. Возникает вопрос, Путину нужны сейчас переговоры? Если нужны, то с кем и зачем? Да, я думаю, что Путин, смотрите, тут Путин и готов, и не готов к переговорам. Во-первых, почему не готов? Я думаю, что Путин ждет американских выборов, потому что Путин хочет вести переговоры с президентом Трампом. И вообще он считает, что избрание Трампа откроет для него определенное окно возможностей. И в Украине, и не только. И я лично считаю, что это не так. Но я не могу исключать, я не уверен. Потому что, когда мы говорим о президенте Трампе, бывшем президенте и, возможно, будущем, мы не знаем, кто выиграет выборы в США, там вполне Байден может победить. У нас тоже есть такая сейчас тема. Всем почему-то кажется, что Трамп уже точно президент. Это совсем не так. Как в прошлый раз. Да, это совсем не так. Никто, предсказать американские выборы реально невозможно. Я думаю, что там будет очень-очень близко все. И только в последний момент уже решится, кто будет собственно президентом. Но что правда, это следующее, что если президентом останется Байден, то мы более-менее понимаем, что будет происходить дальше. Если президентом станет Трамп, то, в общем-то, никто не знает, что будет дальше. Я думаю, включая самого Трампа. Потому что он живет по принципу, я буду об этом думать, помните, с Карлой Тахарой, я буду думать об этом завтра. Потому что он будет об этом думать тогда, когда, собственно говоря, надо будет об этом думать. А сегодня он думает о победе на выборах и реванше. Это его, собственно говоря, главный мотиватор. Поэтому Путин сейчас, я думаю, не готов ни к каким переговорам, ни с кем. Потому что он надеется на позитивный, как ему кажется, возможный для него исход выборов США. А вот после них, он, я уверен, что будет готов к переговорам. Но, безусловно, главное, и он об этом постоянно говорит, переговорщиком, с которым он хочет говорить, является Соединенные Штаты Америки. Ни Европа, ни кто другой, но и США. А постарается ли Путин прорубить сухопутный коридор к Калининграду? Как вы считаете, напасть на страны Балтии и частично на Польшу? Я думаю, что там российский генеральный штаб, я думаю, прорабатывает все варианты. Недаром немцы уже говорят о том, что они видят и признаки подготовки, и что там стоит даже условная дата, 2026 год, под этими планами, что они к ним готовятся и накапливают силы. Однако, я уверен, что это зависит очень сильно именно от политической составляющей. То есть, на НАТО, которая едина, я думаю, что Путин не нападет никогда. Что бы он там ни говорил и что бы он там ни делал, считать его просто полностью совершенным идиотом у нас оснований нет. Он, конечно, в такой сумрике находится, но все-таки, я думаю, он понимает, что военный потенциал России и военный потенциал НАТО несопоставим. И эта война это показала в очередной раз. А вот НАТО, которое разваливается, ну, там, условно, Трамп же говорит, да, что вот мы не будем защищать страны, которые мало инвестируют. Путин же как, вот, представляете, как это в путинской голове, это звучит как музыка. То есть, фактически у Путина в голове загорается лампочка, ага, мы не будем защищать на страны. Дальше, что же там дальше говорится, все равно. То есть, если Путин увидит эрозию НАТО, то, безусловно, Балтия для него, страны Балтии, это для него и легкая, и очень желанная цель. То есть, очевидно, если же эрозии НАТО не будет, то я думаю, и я не хочу никого пугать, но я обращаюсь, я думаю, что вас смотрят и в Казахстане, и в Грузии, я бы на месте этих стран, и граждан этих стран очень серьезно думал об этом, и делал все возможное, пока Путин занят в Украине, его руки связаны, готовился, укреплялся, чтобы не допустить этого сценария. Я думаю, что это две самых вероятных страны цели для Путина следующие. Алексей, не могу вас не спросить по поводу Навального, потому что Путин вчера во время этой итоговой пресс-конференции после выборов впервые упомянул эту фамилию и сказал, что был готов обменивать его на Красикова и сказал, что был один человек, который был посредником, но мы знаем, что это за человек, Роман Аркадьевич Абрамович, российский олигарх, но вот у меня какой к вам вопрос. Как вы считаете, это подтверждает версию, что он впервые озвучил эту фамилию, что Путин его и убил? Не знаю. Я признаюсь вам, я не могу ответить на этот вопрос. Лично мое мнение, я считаю, что Путин, безусловно, убил Навального. Теперь вопрос, как, то есть вот этот момент, он его там отравил, или они его этими последними месяцами доводили до состояния. Я думаю, что оптимальное было бы для Путина, если так уже говорить, сценарий развития событий, это обмен Навального над Красикова и смерть Навального сразу после этого обмена уже на Западе. Я думаю, что... Да, я просто добавлю, что Красиков это российский спецслужбист, который убил на территории Германии, Хангашвили, это был чеченский командир, и он его убил и сейчас находится в тюрьме. Да, и я думаю, что оптимальный для Путина был сценарий, это там именно такое, то есть, как бы еще и получить что-то за Навального, и чтобы дальше, конечно, Навального не стало. Живого Навального на Запад, я думаю, он бы там уже никогда бы не отпустил. Ну, и возможно, просто что-то в этом плане пошло не так, и то, чем они Навального, например, и сейчас, ну, что-то... Я просто не знаю, но то, чем они там Навального травили, убило его раньше там чуть-чуть времени. Возможно, это абсолютно возможно, но то, что его убил Путин, и то, что в системе путинской, знаете, как было понятно сразу после митяжа Вагнер Групп, я сказал там, ну, это было, что все, больше места в мире, для двоих, знаешь, должно стать только один из нас. Нет больше. На планете Земля, да, на планете Земля не может быть одновременно живой Путин и живой Пригожий. Они вместе быть живыми не могли с того дня. И через месяц это и произошло. Точно то же самое, на планете Земля нет места живому Путину и живому Навальному вместе одновременно. Вот в этом у меня тоже сомнений не было. Я почему спрашиваю о Навальном, потому что к нему неоднозначное отношение в Украине, понятно почему. Но тем не менее, сейчас его вдова Юлия Навальная, она и с Байденом встретилась, и с лидерами Европейского Союза, и выступила против Орбана, наверное, вы заметили, в Будапеште на антиорбановской оппозиционной акции. И вот возникает вопрос, а с ней в Украине необходимо выстраивать коммуникацию или нет? Это для нас важно или нет? Эффективно для нас или это вредно? Смотрите, я вот тоже, да, первое, я не верю в историю про хороших русских. Хорошие русские это РДК, которая заходит на территорию Белгородской Курской области. Хорошие русские это Владимир Карамурза, который сидит в тюрьме за то, что он против войны. А русские, которые сидят в Монако и пьют вино, и может быть при этом ругают Путина, они для меня совершенно абсолютно нехорошие, и ничего, а те, кто говорят, что они вне политики, так они вообще плохие русские, такие же виновные во всем, что происходит, как и Путин. Поэтому это что касается глобального отношения. Теперь, что касается непосредственно Юлии Навальевны, я не вижу необходимости выстраивать с ней какие-то отношения для Украины, но в то же время я совершенно не против того, чтобы она ездила по миру и говорила миру о том, кто такой Путин. Убийца, тиран, нелегитимный диктатор. Поэтому здесь это точно нам в плюс, ничего плохого в этом для нас нет, но очень важно, вот это очень важно, и об этом, мне кажется, нам нужно говорить и повторить, вот я сегодня на французском телевидении на этом акцентировал внимание, и призываю всех это делать в общении, показывать, еще раз всем говорить, что это не война Путина против Украины, это война России против Украины, нынешней России в том виде, в котором она есть. Это как нацистская Германия, это была не просто война Адольфа Гитлера, это была то война той Германии, и пока та Германия не прошла через деноцификацию, она была постоянным бичом для мира и для самих себя. То же самое и здесь, очень важно не дать вот этот сдвинуть, знаете, взгляд на то, что кажется, что вот это все, значит, только Путин и все, потому что это для нас очень может быть опасной ловушкой. Условно, в какой-то момент вот этой ночью Путин не умрет. Прекрасный день и национальный праздник для Украины. Но означает ли это, что закончится сразу война? Абсолютно нет. Это абсолютно для нас этого не означает. И это нам нужно помнить, понимать и жить в этом смысле в реале. Вот мы общаемся 18 марта. 18 марта это день официальной аннексии Крыма. Вы были тем человеком, который присутствовал на полуострове, когда этот кошмар весь происходил, была подготовка к референдуму, псевдореферендуму и были последующие события. Вот когда вы оглядываетесь назад, анализируете ситуацию, как вы для себя понимаете, Крым тогда можно было защитить? Его условно слили, его сдали или других вариантов вообще у Украины не было? Смотрите, мы были в тяжелейшей ситуации, реально. Давайте будем объективны. Посмотрите, насколько тяжело нам сегодня, при том, что мы готовы к войне, мы 10 лет к войне готовились, в первую очередь даже я говорю морально. Как мы к ней готовились фактически, у меня много вопросов, особенно последние три года, как мы готовились с 19 по 22 год к войне, вопросов очень много, к сожалению. И мы, я думаю, о них еще будем говорить после окончания боевых действий. но мы морально готовились к войне. Это самый ключевой фактор. Давайте будем откровенными, в 2014 году к войне Украина была не готова вот здесь, в первую очередь здесь. Конечно, с точки зрения стратегической и всякой бы иной, нам нужно было бороться за Крым максимально, как и за любой сантиметр украинской территории. И чем больше, чем тяжелее бы России дался Крым, тем меньше бы она полезла дальше. Это тоже правда. Но в то же время мы видим с вами по 2022 году, что она все равно полезла. То есть она все равно полезла бы и ничего, пока физически она не будет остановлена, она не понимает ничего абсолютно иного. Но я действительно много был в Крыму и одно могу вам сказать. К сожалению, даже украинские войска там, в своей массе, но они не получили соответствующего приказа, но отдать им этот приказ, вступить в боевые действия, тоже было очень таким шагом, потому что, ну, я не знаю, в какой измерий бы они этот приказ выполнили, понимаете. тут очень сложная история, история не терпится слагательного наклонения, но то, что, конечно, за Крым, и именно поэтому я, в общем-то, в Крыму в течение вот тех трех недель между падением Януковича, его бегством из Украины и так называемым референдумом и аннексией Крыма, потому что действительно я был много, большую часть того времени в Крыму, потому что я считал, что за него надо бороться. Я не мог это, я не военный, не мог это делать с оружием в руках, я это делал как мог политически, привлекая к нему внимание, информируя о том, что там происходит, пытаясь найти там проукраинские силы, которые там были. Поэтому, конечно, хотелось бы большей борьбы, но реально могли ли мы что-то сделать. Ну, была, ситуация была реально катастрофическая. Вот легитимный президент, который в России, полный, мы помним, развал, который был в Киеве, мы помним сложную ситуацию, сложнейшую на Юго-Востоке и Россия, то, что мы вспоминали сегодня Одессу, то есть было такое количество пожаров, которые потушить, конечно, одновременно вот этой новой украинской власти было крайне-крайне сложно. Это факт. Это такая, знаете, задача, которую никому и никогда не пожелаешь, то, с чем столкнулись тогда мы в 2014 году. Сравнимо это только с концом февраля и мартом 2022 года. Вы, президент Комитета Параментской Ассамблеи Совета Европы и отвечаете за вопросы, которые касаются мигрантов, беженцев, внутренне перемещенных лиц. Вот когда вы видите нынешние тенденции, которые связаны с украинскими перемещенными лицами и с украинскими беженцами, каким вы видите будущее, условно, этого процесса? Люди, когда это все, я бы даже сказал так, остановятся, даже не закончатся, остановятся, давайте скажем пока так. Они будут возвращаться в Украину или наоборот будет противоположная ситуация, когда украинцы будут уезжать из Украины в Европу или в принципе в другие страны? Я думаю, будет и то, и то. Но я думаю, что больше будут возвращаться, а вот насколько больше будут возвращаться, зависит от массы факторов и самое главное от того, как это закончится. Вот вы потребили слово «закончится». Вот как это закончится, это будет ключевым в понимании того, какое количество людей вернется. В Украину члена Европейского Союза вернется одно количество людей. В Украину члена Европейского Союза и НАТО еще больше. В Украину, которая получила гарантии безопасности, настоящие гарантии безопасности, да. В Украину, которая не получила никаких гарантий безопасности, тоже вернутся, но меньше. Ну, в общем, Причем это предсказать достаточно сложно, и еще это будет очень зависеть от того, какой будет эта Украина. То есть мы сейчас сказали о внешних факторах, но есть и внутренние факторы. Украина, которая поменялась, да, я не говорю там, коррупция может быть везде, не может быть, коррупция есть везде в мире, но уровень ее разный. И в Украину, которая с этой коррупцией реально борется, Украина, которая реально имеет экономическую политику, Украина, которая создает рабочие места, это одна Украина. Украина, в которой силовики трусят бизнес, как, к сожалению, это происходит сегодня. Украина, в которой нет внятной экономической политики и так далее, это разные Украины. И поэтому факт возвращения будет разным, количество людей, которые вернутся. Но наша задача, конечно, максимально, главный ресурс в мире – это люди. И самые главные люди, которые должны жить в Украине, это украинцы, которые должны вернуться к себе домой. Должны с точки зрения, что мы обязаны создать все условия и бороться за них, с теми странами, в которых они сегодня живут. Друзья, я обещаю, что мы еще поговорим как-то отдельно с Алексеем по поводу законопроекта мобилизации, вообще обо всех этих вопросах. Но, тем не менее, очень короткий к вам вопрос, Алексей. Если мы говорим о сроках, потому что сейчас загвоздка комитета рассматривает эти 4 тысячи правок, или сколько их там в отношении этого законопроекта. Когда законопроект, вероятнее всего, поступит в парламент на рассмотрение? Это очень хороший вопрос, ответа на который я точного не знаю. Это зависит от комитета. Думаю, что на протяжении этой и следующей недели комитет закончит рассматривать эти правки. К сожалению, никакого поспешки в рассмотрении этих правок я не вижу. Вообще, какое-то очень странное отношение к этому законопроекту, который не только мобилизационный, я хочу напомнить, но и демобилизационный, в котором, наконец-то, могут решаться вопросы установления срока службы, демобилизации инвалидов, демобилизации тех, кто прошел плен и так далее. В общем, это очень важный законопроект, если его принять в правильном виде, убрав из него все неправильное и, наоборот, оставив и улучшив позитивные вещи. Но я какой-то такой, знаете, спешки не вижу, большого политического желания не вижу. Поэтому я затруднюсь давать прогнозы, но повторюсь, что законопроект этот суперважный, и его нужно привести в состояние, в котором он будет 100% играть на Украину, а не против. И в таком виде его обязательно нужно принимать. Миллионы людей, на самом деле, ждут его, тех позитивных вещей, которые в нем могут быть. Даже просто срок службы. Это же важно не только для тех, кто служит сегодня, и они хотят вернуться домой, или хотя бы наконец-то понять, когда они смогут это сделать. Да ведь фактически завтра в армии может оказаться любой украинский мужчина. И это означает, что это важно для каждой украинской семьи знать срок службы. И таких моментов там много. Что бы вы пожевали Путину в день окончания этих псевдовыборов, сегодня там будет празднество в Лужниках, балл сатаны или балл вампиров, как он там любит говорить. Что бы вы пожевали Путину сегодня, и чем бы вы пожевали ему закончить свою шестилетку? Сдохнуть прямо сейчас. Это единственное, что я могу ему пожелать. Друзья, на этой приятной и хорошей ноте мы заканчиваем наш эфир сегодняшний. Будьте с нами, оставайтесь на всех наших YouTube-площадках. Дмитрий Гордон в гостях у Гордона, YouTube-канал Олеся Басман. Не забудьте подписаться на YouTube-канал, Telegram и на TikTok Алексея Гончаренко. Оставляйте как можно больше лайков, комментарии. До новых встреч. Пока. Спасибо.